В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Налоговый вычет. Кому и за что? Сделай свой выбор. Саровский физтех провел день открытых дверей. На работу на велосипеде наш город присоединился ко всероссийской акции. Далее расскажем обо всем подробно. Каждый работающий человек знает, что такое подоходный налог. Те самые 13%, которые ежемесячно удерживаются из заработной платы в местный и региональный бюджет. Налоговые вычеты по НДФЛ позволяют платить меньше налог или вернуть уже уплаченный в течение года. Иными словами, это льгота, предоставляемая гражданам согласно Налоговому кодексу Российской Федерации. Налоговое законодательство предусматривает несколько видов вычетов по НДФЛ. Но активнее всего спросом пользуются стандартные и социальные. Стандартные предусматривают вычеты для отдельных групп граждан – инвалидов, ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС, Героев России и других. А также для тех, у кого есть дети и чей доход меньше определенной величины. В социальный входят вычеты на лечение, обучение, благотворительность и другие. Но все эти вычеты имеют определенные ограничения. Если вы в налоговом периоде, а это календарный год, вы обучались, лечились и платили взносы в негосударственный пенсионный фонд, например, то все это суммарно не должно превышать 120 тысяч рублей. Получить вычет на дорогостоящие медицинские услуги можно как за свое, так и за лечение детей в возрасте до 18 лет, супруга и родителей. Вычет предоставляется сумма, не превышающая годовой размер заработной платы. Важно при этом обратить внимание на код услуги, который медицинское учреждение ставит в справки, предоставляемые в налоговые органы. Если код услуги единичка, значит эти медицинские услуги подходят под просто лечение, которое фиксируется максимально, это 120 тысяч. Если код услуги двоечка, эти медицинские услуги относятся к дорогостоящему лечению и расходы принимаются в полном объеме к вычету. Родители ребенка в возрасте до 24 лет, оплатившие его обучение в институте на очной форме, также имеют право получить налоговый вычет, который не может превышать 50 тысяч рублей. То есть если в договоре указано очно-заочная, вечерняя или какая-либо другая форма, то сумма расходов на обучение ребенка к вычету не принимается. Обращайте на это внимание. По всем вопросам, касающимся налоговых вычетов по НДФЛ, вы всегда можете обратиться в отдел работы с налогоплательщиками по телефону 77096. Наталья Петрунина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. В Государственную Думу внесен законопроект об отмене единого государственного экзамена. Авторы инициативы считают, что на сегодняшний день самостоятельная подготовка к выпускным испытаниям практически невозможна. Старшеклассникам приходится нанимать репетиторов, а сама процедура не может объективно оценить уровень знаний школьника. К тому же отмена ЕГЭ позволит проводить более качественный отбор при поступлении в ВУЗы. С 2009 года ЕГЭ стал одновременно выпускным испытанием из школы и вступительным экзаменом в высшие учебные заведения. И проводится он по 14 дисциплинам. Для того, чтобы получить документ об общем среднем образовании, необходимо сдать русский язык и математику. Ежегодный ЕГЭ в нашей стране сдает 750 тысяч школьников. Наш регион присоединился к этой процедуре одним из последних во всей стране. Татьяна Кузнецова окончила школу еще в 2007-м, но волнение перед выпускными экзаменами помнит, как будто это было вчера. На устный экзамен по истории в класс запускали по пять человек. Каждый под пристальными взглядами комиссии тянул билет и садился готовиться к ответу. Полученный опыт помог Татьяне без проблем справляться с экзаменами в институте. Я являюсь, так сказать, мамонтом традиционного экзаменационного движения. Я сдавала еще устные экзамены. После меня первый год ввели как раз систему экзаменационную, которая называется ЕГЭ. Я очень рада. Я очень рада, что мне посчастливилось, так сказать, закрыть эту эпоху традиционных экзаменов. А Михаил Меднов поступил в первый класс тогда, когда единый государственный экзамен уже становился неотъемлемой частью российской системы образования. По сути, Михаил не знает альтернативы. Готовиться к ЕГЭ выпускник начал уже в среднем звене. По мнению молодого человека, зачастую между знаниями, которые получаешь на уроках, и знаниями, необходимыми для сдачи ЕГЭ, есть много пробелов, восполнять которые приходится с помощью репетиторов. Как по мне, этот тест не дает именно проверки знаний. То есть там действительно можно угадать, там действительно можно просто нарешать этих однотипных заданий. Ты не понимаешь, что именно ты решаешь, ты просто запомнил алгоритм, что вот это значит это, и поэтому такой-то ответ. Сейчас вообще обучение идет именно на натаскивание сдачи ЕГЭ. То есть не на то, чтобы у тебя была большая куча знаний, а именно просто ты должен сдать ЕГЭ по этим предметам и по выбору еще предметам. Психологи считают, что выпускные испытания вне зависимости от формы их проведения неизбежно влекут за собой стрессовое состояние школьника. Волнение перед одним из самых ответственных событий в жизни – абсолютно нормальное состояние. Другой вопрос – как к нему подготовиться. В стрессовой ситуации мы все волнуемся, и каждый ребенок, каждый человек понимает, как наш организм дает знать о том, что начинается волнение или тревога. У кого-то потеют руки, у кого-то руки трясутся. Кто-то понимает как раз, что я ничего не помню, я ничего не знаю, я ничего не соображаю, даже куда смотреть, куда идти. Для того, чтобы справиться с таким состоянием, существуют конкретные способы. Перед экзаменом хорошо работает самоубеждение. Оно мобилизирует ресурсы и позволит взять разуму верх над эмоциями. Кому-то помогает переключение внимания или минутка аутотренинга. В ситуации подготовки к экзамену важно участие педагогов, психологов и родителей. Умение родителям самим не показывать это излишнее волнение своему взрослому ребенку. Потому что часто бывает, дети как-то относятся к этому нормально, они знают, что это неизбежно, что это нужно, и от этого никуда не деться. Но родители накручивают своим волнением. Ну как же ты, ну вот как же это будет? Любое нововведение так или иначе всегда будет иметь своих сторонников и противников. И несмотря на то, что ЕГЭ уже давно и сложно называть новшеством, скептиков вокруг этого вопроса меньше не становится. Однако важно помнить, что результатом 11 лет, проведенных в школе, должны быть не только высокие баллы за ЕГЭ, но и готовность ребенка к вступить во взрослую жизнь. Дарья Цапорыгина, Владимир Есейников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Главные городские праздники должны быть безалкогольными. Постановлением администрации и всем торговым предприятиям, которые реализуют алкогольную продукцию, рекомендуется приостановить ее продажи в день Победы 9 мая и в день выпускного бала 29 июня. Информация о магазинах, которые не исполнят рекомендацию, будет направлена в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Другая важная информация в подборке коротких новостей. А также земельных участках, расположенных вблизи лесов. В случае поимки нарушителям грозят штрафы до 500 тысяч рублей. Федерация лыжных гонок России опубликовала состав национальной команды на следующий спортивный сезон. Помимо прочих, в сборные вошли представители нашего города. В честь российского триколора на соревнованиях различного уровня будут защищать соробщения Артем Мальцев и Анастасия Седова. В последних числах апреля в нашем городе стартовала весенняя неделя добра. В ее рамках клуб общения для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Лотос» провели традиционную акцию «Улыбнись, малыш». В этом году к активистам присоединился и городской клуб волонтеров «Инсайт». Посещение поликлиники не самое приятное времяпрепровождение не только для взрослых, но и для детишек. Хочется бегать, играть, а приходится сидеть и ждать приема доктора. Но весенняя неделя добра полна сюрпризов, и акция «Улыбнись, малыш» – одна из них. Акции проводятся для того, чтобы создать хорошее настроение у деток, которые ждут приема врача. Пожелать им здоровья, счастья, почаще улыбаться. За несколько минут фойе и коридоры детской поликлиники стали разноцветными. Активисты клубов «Лотос» и «Инсайт» раскрасили скучные ожидания очереди у кабинетов, подарив детям воздушные шари и улыбки. Очень удачно придумали место и время. Вот они сидят, шарики принесли, сразу стало веселее, и время в больнице коротать как-то легче. Акция нужна, чтобы малыш радовался, когда ждал врача, а не плакал. Обычный воздушный шарик и пожелания здоровья и радости способны дать позитивный настрой на целый день. Заряд положительных эмоций получают и организаторы благотворительной акции «Улыбнись, малыш». Елена Грицкова, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». Саровский физико-технический институт вновь распахнул свои двери для школьников, педагогов и родителей. Прошел традиционный день открытых дверей «Сарфтинияумифи» для иногородних абитуриентов. Познакомиться с институтом приехали будущие студенты из Нижнего Новгорода, Кирова, Нальчика, Дзержинска и других городов страны. 19 городов и поселков, 22 образовательных учреждений и более 300 участников. В этом году день открытых дверей «Сарфти» прошел с размахом. Познакомиться с нашим вузом впервые приехали старшеклассники из Пурда-Шикебора. И для начала всем гостям мы рассказали о том, как в Сарове появился вуз. В начале пути сюда призывалась молодежь из самых элитных вузов нашей страны. Это продолжалось достаточно долго. Но потом, естественно, правильно было сделано, что мы можем и в собственном городе готовить свои научные и технические кадры. И был организован Саровский физико-технический институт. Вуз был создан 66 лет назад приказами Иосифа Виссарионовича Сталина. Тогда обучение велось по трем направлениям подготовки. С 2001 по 2009 институт был самостоятельным отраслевым вузом Росатома. С 2009 года он стал филиалом НИЯУ-МИФИ. Саровский физико сегодня состоит из шести факультетов, более тысячи обучающихся, более трети обучающихся у нас иногородние ребята. Порядка 200 преподавателей обеспечивают образовательный процесс. Также на дне открытых дверей прошла торжественная церемония награждения призеров и лауреатов Всероссийских студенческих олимпиад. Ребята, которые в этот вечер вышли на сцену, в очередной раз доказали, что Саровский физтех действительно готовит хороших специалистов. Высокое качество образования. Нужно сказать, что в прошлом году по баллам вступительным ЕГЭ Саровский физико-технический институт опередил такие институты, как Нижегородский государственный университет и Нижегородский технический университет. Это о многом говорит. После выступлений первых лиц абитуриентам дали полную информацию о правилах и условиях приема в институт в предстоящем учебном году. Активисты Объединенного совета обучающихся рассказали о том, какими общественными, спортивными и творческими событиями будет наполнена студенческая жизнь, если они выберут Саровский вуз. Мария Ирунечка, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Саровчан приглашают принять участие во Всероссийской акции. 18 мая по всей стране при поддержке Министерства транспорта пройдет акция «На работу на велосипеде», которая призвана показать, что передвижение по городу на двухколесном транспорте по ежедневным делам может быть не менее легким и удобным, чем на автомобиле. В 2017 акция прошла в 35 городах России. В этом году впервые к акции присоединился и наш город. Акция «На работу на велосипеде» – это не велопарад и массового старта участников не планируется. 18 мая всего лишь нужно будет скорректировать свой маршрут и по пути с работы или из магазина проехать по определенным местам города. Будут энерготочки, где мы для участников будем готовить какие-то скидки, конкурсы, призы с каким-то кодовым словом. Узнав об этой акции, Сергей Евстратов не раздумывая согласился на такой эксперимент. В теплое время года он передвигается по городу только на двух колесах. Когда ты катаешься на велике, ты чувствуешь такое вдохновение, от тебя обдувает ветерочек, ты едешь и кайфуешь просто. Получаешь удовольствие? Акции на работу на велосипеде проходят по всей России и призваны мотивировать жителей нашей страны пользоваться самым экологичным видом транспорта. Ребята, присоединяйтесь к нам, это самое главное. Кататься на велосипедах – это отдельная история. Это не сравнимо ни с машинами, ни с чем другим. Это очень круто. Елена Грискова, Владимир Листик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы» и с первых уст вы услышите истории тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok